Музыканты Степан Литков и Митя Блинов привезли в Кемерово не только концерт, но и истории, которыми они поделились радиослушателями ДиФМ. О том, что специально до наступления зимы устроили тур по Сибири, испугались морозов, что принципиально выступают только вживую, и стали известными на всю страну благодаря таланту. Никто в них огромных денег не вкладывал. Группу Марсель создали студенты Петербургского университета культуры. Она быстро добилась успеха. Тогда они придумали слоган из общежития в Олимпийский. Правда, спустя 10 лет музыканты слогана стесняются и над собой смеются. Это придумал какой-то наш... Это я придумал. А ты придумал? Да. Вот, не знаю. Ну, это же сбылось. Да, это история нашей жизни, по сути, как бы. Она вот в этом... Въемка этой фразе. Въемка этой фразе. Которую ненавидит моя жена, эту фразу просто. Теперь я знаю, кто эту фразу придумал. Популярность группе Марсель принес сингл «Сколько бы». Его можно услышать на многих радиоволнах, в том числе и на Диэфе. Как говорит автор и вокалист Степан Литков, в песню он вкладывал глубокий смысл. Сколько бы ни говорили люди, зачем, Мы все равно дальше жить будем. Когда уснешь на моем плече, Я все пойму, ты меня. Я думаю, что у всех в жизни случались такие ситуации, Когда ты находишь, например, свою вторую половинку, А кому-то из твоих близких, там, родственников или друзей, Например, эта девушка не нравится. Или у девушки, например, родители говорят, Нет, у тебя парень плохой, ты не должна с ним встречаться. Вот. И эта песня как раз говорит о том, Что сколько бы ни говорили люди, зачем, мы все равно дальше жить будем. Музыканты рассказали, за время существования группы Они объездили почти всю страну, но в Кемерове впервые. Хотя горы знают по песне Бориса Гребенщикова, Человек из Кемерово, и не против прогуляться по Кузбассу. Едем в шахту, друзья мои. Надеюсь, концерт у нас оттуда вытащат. Я думаю, там можно выступить. Группа Марсель дала концерт в одном из кемеровских клубов. Уже 19 сентября они будут выступать в Ярославле. В съемочной группе музыканты пообещали, С Кемерово они обязательно познакомятся поближе. И уже в следующий раз расскажут о своих впечатлениях о городе. Анжела Паутова, Роман Абдрахманов. Новости моего города.